раз уж так нарядилась водку принесла давайте готовить что-нибудь вкусное будет шумно дети дома держитесь а что готовлю это блюдо армянское блюдо больше всего известно под названием кюфта но поскольку кюфта это не армянское слово а по-армянски это тхакац королак по-русски фрикадельки тхакац значит битое да если что-то чем-то бьешь это превращается в тхакац название тхакац потому что раньше специальными инструментами я думаю мясо били пока мясо превращалось специфическую консистенцию понимаете поскольку в наши дни существуют такие блендеры комбайны будем употреблять такой инструмент и что и это блюдо готовилось в основном из говядины я буду готовить из кули курятины из курицы окей у меня еще индейка есть можете целое взять мясо можете это через мясорубку прошла по-армянски а хотят по-английски ground grind it не знаю как по-русски а хотят скажите в комментариях добавьте нужно будет взять мясо и специи только понадобится черный перец но я еще добавляю чили красный чили паприку потому что мы любим чтобы цвет был немножко розовый розовый арка hold on и соль будет конечно яйцо яйцо понадобится немножко муки соль сказала и тоже в рецепте нет в рецепте нету но я добавляю немножко чеснока можете powder пудру чеснока добавить или сушеный чеснок очень вкусно получается но нетрадиционно еще совсем нетрадиционно добавлять кори когда никто не смотрит добавлю кори очень вкусно с курицей кори очень хорошо сочетается и конечно же лук там будет водка будет и холодная вода кажется все сказала давайте начнем и хэк мики чтатэш ваш для начала давайте измельчим лук репчатый лук хотите большой хотите маленький у меня почти два килограмма мяса немножко меньше чем два килограмма я беру медиум сайз средний лук среднего размера средней величины сейчас это туда добавлю немножко холодной воды чтобы легко все сбилось этот комбайн или блендер или процессор как по-русски по-английски это процессор это не блендер яйцо туда же добавлю и буду это мешать пока все одно однородно получится чеснок забыла чеснок тоже туда добавлю и все что сказала мясо специи водку и муку тоже все туда добавлю процессор и буду крутить пока пока все превратится в мягкую шелковистую массу значит все готово очень быстро готовится но представляете раньше это блюдо по моему готовилась очень долгие часы готово сейчас кстати по традиционному варианту нужно мелко порезать но в детстве я поэтому это блюдо не из-за луков там очень много лука было и большими кусочками но это блюдо любила потому что всегда подавалась с пловом из хачар хачар по моему полба или скажите потом комментариях напишите я тоже посмотрю любила только плов с грибами плов тоже приготовим когда как пока мясо остуживается в холодильнике приготовлю плов . как раз магазин послала чтобы хачар купила окей сейчас все добавлю вода в этой блюде добавляется у меня почти два стакана воды я буду потихоньку добавлять и смотреть на кассе консистенцию вот это хотела сказать вода добавляется по по ходу и будете смотреть как выглядит мясо нужно чтобы мясо выглядело очень нежной нежным whatever и шелковистым сейчас специи добавлю быстренько все по вкусу всегда делайте все по своему вкусу но черный перец очень хорошо сочетается паприку я все всегда много добавляю потому что муж и мой сын которые очень любят это блюдо предпочитают румяный цвет мяса обычно это очень бледное мясо бледно выглядит мясо выглядящие есть такое слово или нет карри чтобы никто не увидел и не догадался соль тоже туда по вкусу потом проверю на вкус это сисол морской соль водка как стакан водки маленький стакан не целый стакан говорят водка делает мясо воздушный говорят и мы верим почти 2 столовые ложки муки добавлю и все буду крутить бить пока дойдут до консистенции которую мне нужно окей легко и просто так 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 Сейчас проверю консистенцию И вам покажу, как должно выглядеть Стыки Стыки Видите, две минуты у меня тут крутилось Но мясо еще очень твердое и не шелковистое Значит, нужно добавить воду и крутить дальше Бить дальше А поможет нам варить этот очень симпатичный мальчик Давай Проверяю консистенцию уже третий раз Но пока что не то Вот смотрите, уже слегка доходим Хотите, чтобы мясо с легкостью упало с ножки Почти готово Наверное, еще четверть стакана воды И будет готова Я не люблю тебя, папа Окей Поба по-армянски хачар по-английски спелд Выглядит так Сейчас поближе покажу Очень вкусно, особенно с этой крупой Крупа По-моему, это крупа Вот так Посмотрите пока Я здесь мясо сейчас уже хочу проверить на консистенцию И выглядит готово И выглядит готово Готовность И уже по виду, да, можно сказать Когда мясо вот так красиво блестит И все так однородно И смотрите, как уже с легкостью падает из ложки Окей Мясо готово Сейчас положу в холодильник Нужно, чтобы хорошо остудилось Чтобы легко было оформлять эти фрикадельки Окей Сейчас мясо в холодильник И покажу, как варим Сейчас в интернете С гугл сделаю Чтобы правильно называла Окей Полба Легко ведь Полба Окей Полбу нашли Сейчас все ингредиенты принесу Это варят с луком И, то есть, полбу варят отдельно Потом добавляют жареный лук с грибами Очень-очень вкусно Окей Окей Я еще мясо в холодильнике положила Полбу обязательно хорошенько промойте И варят кипяченой водой На один стакан полбы Добавите два стакана воды Горячей воды Сейчас у меня И, конечно, соль по вкусу Масла я туда не добавляю Потому что жарить буду грибы и лук на масле Не нужно лишнего добавлять Но если хотите, конечно же Это ваше блюдо Добавляйте, что хотите Сейчас быстро воду добавлю Вот видите, я разобрала все Посмотрела Почистила Воду добавила Опять что-то лишнее вижу Окей И соль добавлю Поставлю на огонь Как скипятит Закрою крышкой На маленький огонь Мелкий огонь Сейчас вспомню Вы меня в тот раз исправили Anyway И буду варить, пока доварится И пока это на огне Принесу грибы, лук И буду жарить Сколько ее не чистить Все равно что-то находится Окей Это на костер Окей Как скипятит Закрою Пойду принесу Остальные ингредиенты Много лука И много Грибов Лук Нужно разрезать Или порезать Полукольцами Можно крупно Можно мелко У меня два больших лука Было Можно сказать Два больших Две маленькие И Две половинки И один большой Окей Сейчас И кастрюльку разогреваю Сейчас Буду варить Или жарить С маслом авокадо Если предпочитаете Другой масло Всякое сойдет Оливка Тоже Окей Это порезала Если у вас грибы маленькие Просто Наполовинку Порезать нужно Если очень большие грибы Можно и Поменьше Порезать На мелкие кусочки То есть Никаких законов нету Как Порезать овощи Но Нетрадиционно Я еще добавляю Свежий перец Если есть Можно и добавить По-моему Грибы Перец И лук Вместе Сочетаются Очень вкусно И еще Чеснок Нетрадиционный Еще Зубчик чеснока Туда добавлю Пусть жарится И аромат И аромат Добавляет Сейчас Быстренько Грибы Порежу И почти Все Вместе Буду Жарить Почти Все Вместе Буду Жарить Грибы 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 Все Помешаю Как Уже Все Прозрачного Цвета Когда Лук Прозрачного Цвета И Немножко Подрумянится Посолить Поперчить И все Готово И Кстати Если Вы Сомневаетесь Что Кто-то Из Ваших Гостей Не Будет Кушать Лук С Полвой Или Грибы Не Может Кушать Как Моя Дочка Не Любит Грибы Обязательно Масло Добавьте На Полу Когда Варится Маленьких Деталей Вспоминаю Еще Несколько Минут И Готово Это готово Нужно Посолить Всегда По вкусу И Помните Что Плов Тоже Уже Посолили Так что Не Переборщите Можете Это Отдельно Подавать Кстати Соль Добавляю Вместо Перца Это Готово Но Плов Еще Не Готов Все На Мелкий Огонь Поставлю Пока Плов Готовится Потом Все Это Нужно Перевести В Другую Кастрюльку На Плов Чтобы Все Вкусы Вместе Сейчас Помешались А Кадя Смешались Окей Плов Еще Не Готов Несколько Минут Нужно Чтобы Доварилось Ждать Не Буду Сразу Добавлю Овощи Жареные Овощи И пусть Доваривается Все Вместе Сейчас Все Соскребу Это Обязательно И Масло Пойдет На Дно Еще Вкуснее Будет Сейчас Все Как Так Сделаю И Обратно На Огонь Все Минут 5-7 И Уже Начала Разогревать Воду Кипятить Воду Для Фрикаделек Пойду Мясо Принесу А в воду Добавляю Только Соль По Вкусу И Лавровый Лавровый Лист Добавляю Но Так Вкусно Получается Аромат Очень Хороший 2-3 Листа Достаточно Окей Пойду За Мясом Мясо Нужно Отстудить Хотя Б Час Или На Два Часа Чтобы Легко Было Работать И Обычно Такой Такие Фрикадельки Делают Огромными Берут Вот Такую Ложку Или Такую Миску Глубокую И Огромными Размерами Делаются Потом Режут На кусочки И так Подают Но Поскольку По стольку Сейчас Есть такая Мерная Ложка Буду Употреблять Крупную Мерную Ложку Так Быстрее Варится И Так Удобнее Забыла Намочить Так Удобнее Подавать Это Мое Мнение Если Хотите Традиционно Берите Крупную Крупную Ложку Скажите Пожалуйста Как Называется Шереп Вот Эта Ложка По-русски Никак Не могла Найти Название Ок Взяли Вот Так Руку Надо Намочить И Как Оформить Такой Круг Шарик Ок Не Круг И Сразу Кипяток И Продолжать В том же Духе Обязательно Pay Attention Обратите Внимание Очень Много Фрикаделек Сразу Не Положите Воду Если Не Сказала Обязательно Нужно Намачивать В Холодной Воде Решила Два Крупных Шарика Сделать Почему Бы Нет Быстрее Закончим Но В этом Случе Варится Очень Долго Скажем 45 Минут 50 Минут Должны Проверить Порезать И Проверить А в это Время Думаю Что Полба Уже Готова А как Проверить На готовность Сейчас Покажу Так Вкусно Пахнет Очень Все Нужно Просто Посмотреть Если Там Еще Вода Есть И Есть У меня Там Вода Значит Еще Не Готова Готово Я Ошиблась Пусть Варится Как раз Все Вместе Будет Готово И Это Тоже Хочу Попробовать Готово Или Нет Пусть Надо Порезать И Посмотреть Там Уже Сварилось Или Нет Видите Не Варили Это Еще Не Готово Там Сырое Мясо Значит Обратно В Воду Потом Уже По Эксперименту Уже Будете Знать Это 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 Размер Сколько Варится Зависит От Размера Колобка Колобка Окей Здесь Надо Лавровый Вист Ждем У нас Все Готово Наши Колобки Тоже Колобки Тоже Проверила На Готовность Очень Вкусно Получилось Дети Уже Почти Три Серии Из Маленьких Подают Это Блюдо Горячим С топленым Маслом Но Мы Масло Не Очень Любим И Я Почти Масло Не Употребляю Но Конечно Традиционно Это Делается Из Говядины Подается Горячим С топленым Маслом Предпочитаю Я Сама И Дети Мои Тоже Предпочитаю Это Без масла И С куриного Мяса Окей Сейчас Быстренько Все Красивое Блюдо Поражу И Можете Конечно же Отдельно Все Подавать Как Вы Сами Предпочитаете Плов Сейчас Быстренько Все Вместе Смешаю Чтобы Чтобы Дочку Убедила Попробовать С грибами Как вкусно Это Как каша Получается Мясо По сторонам Положу Почти Готово Если Не Хотите Время Тратить Или Время Терять На Оформление Можете Все Так Как Угодно Оформить Да Здесь Готово И Очень Люблю Посыпать Немножко Красным Перцем Вот Так Вот Я Всегда Так Подаю И Если Попробуете Хоть Раз Этот Рецепт Это У вас Это Блюдо Будет Ваше Самое Любимое И Как Традиционное Может Быть На Новый Год Или Просто Не Обязательно Есть Вкусно На Новый Год Ок Это Готово И Думаю Если Хотите Красиво Оформить В тарелке Или Подать В тарелке Берете Этот У меня Это Куки Каттер Рис Туда Положила То есть Плов Положила Туда Потом Отрезала Немножко Кусок Кололака Или Фрикадельки И Готово Это Тоже Может Так И Зеленью Можно Оформить Сейчас Пойду Еще Немножко Декорации Принесу Чтобы Красиво Смотрелось И Очень Очень Вкусно Этот Плов И Кюфта Как Говорят С С С Оленьем Сейчас Пойду Посмотрю Есть Что-то Осталось С С Оленьем И Почти Все Надо Попробить Сейчас Вернусь Время Пробовать Мы уже все Попробовали Всем очень Понравилось Это редкое Блюдо Мясное Которое Все мои дети Кроме моей дочки Вегетарианки Конечно Все любят И Как же Это пробовать Если Будете Подавать Масло Можете Топленое Масло По бокам Так Сделать Посыпать Или Полить Не знаю Что хотите Как хотите И Это Блюдо Особенно Вкусно Когда Заворачивается В Лаваше В армянском В армянском Хлебе Лаваш Вот так Вот Я Острое Очень Люблю Так Что Эти Свежие Перцы Не Помешают Упс Упс Ухм Вкусно Если Можно Так Выразиться И Тут Напишу В блоге Блог Явельме.com Ссылку Поставлю Внизу Этого Видео Посмотрите Попробуйте И Спасибо Конечно Что Соединились Что Посмотрели Спасибо За Хорошие Теплые Слова Всех Очень Люблю И Ценю Увидимся Что Что Принчите Что 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 Ай, ну вот, я не знаю, я не знаю, но я не знаю. Ммм, очень хорошо.